Анна Алёшина. Вся правда об Иване Царевиче. Путни Ивана Царевича. Гены за всё ответят. Часть 4. Братья побежали по дорожке к тропическому дому. Вдруг откуда-то сверху раздалось мяуканье. Александр Папович остановился и огляделся. Мяу! Мяу! Кто-то невидимый плакал на заборе за кустами боярышника. Кис-кис-кис! – позвал Александр Папович и присел на корточке. Сядь тоже на корточке! – прошептал он Ивану Царевичу. Когда стоишь на ногах, то кошки боятся подходить. А когда присядешь на корточке, то кажешься меньше ростом, и кошки не пугаются. Какой Александр Папович умный! – восхитился Иван Царевич братом и тоже присел. «Кис-кис! Мяу! Кис-кис-кис!» И тут с забора на дорожку обрушилась какая-то невиданная большая птица. Перья у птицы переливались и блестели на солнце синим и зеленым цветами. На голове у нее было украшение из перьев, похожее на корону. Хвост был длинным и, очевидно, очень тяжелым. Птица тащила его за собой, палача по земле. Диковинная птица медленно обошла и внимательно осмотрела мальчиков со всех сторон. Она на миг задумалась, а затем одним взмахом подняла и раскрыла свой хвост феером. Братья оба аж рты раскрыли, а Иван Царевич шлепнулся от неожиданности на попу. Хвост сиял, сверкал и переливался. Красоты он был неописуемой. Мальчики какое-то время любовались птицей молча. Наконец Александр Папович не выдержал. Он перевел взгляд с птицы на забор и обратно. «Кис-кис!» – неуверенно позвал Александр Папович. «Мяу!» – отозвалась птица. «А-а-а!» – в один голос в ужасе заорали братья, вскочили и бросились бежать без оглядки. «Еще одна ошибка Гены! Птица, которая мяукой!» «Да что же за безответственный крокодил!» – проносились мысли в голове у Александра Паповича. «Вот где они!» – услышали мальчики голос Папы и остановились. «Мы с мамой с ног сбились, вас искали!» Папа подбежал, схватил детей за шиворот и повернул лицом к себе. Он немного отдышался и продолжил. «Только попробуйте теперь хоть на шаг отойти!» «Вы будете все выходные в углу стоять! Посмотрите, как мама нервничает!» Иван Царевич и Александр Папович переклинулись. Альтернатива простоять и субботу, и воскресенье в углу и пропустить всю интересную телевизионную программу им не слишком сильно нравилось. Поэтому пришлось подчиниться. И все же к их радости оказалось, что они стоят прямо у входа в тропический дом. Оттого-то так легко братьям удалось уговорить родителей пойти всем вместе сразу именно туда. Войдя в помещение и закрыв за собой дверь, семья Ивана Царевича оказалась в абсолютно темной комнате. После того, как глаза немного привыкли к темноте, стало возможным различить витрины, возле каждой из которых был выключатель. Нетрудно догадаться, что именно сделал Александр Папович первым делом. Он тут же защелкал выключатель. Когда все подошли поближе, он снова нажал на кнопку, и в витрине зажглась особая синяя лампа. Светло от нее не стало. Зато в этих синих лучах засветились зеленовато-белым светом скорпионы, копошившиеся в песке. Так как Иван Царевич был в семье ниже всех ростом, то когда зажглась лампа, оказалось, что он прижался носом к стеклу именно в том месте, где внутри витрины к стеклу решил прислониться один из скорпионов. Больше никого из обитателей темной комнаты семейству рассмотреть не удалось. Да и можно понять расплакавшегося Царевича. Такого он страху натерпелся. Подумать только. Обнаружить у себя на носу такую страшную светящуюся козявку. Мама взяла на руки расстроенного Ивана Царевича, и все поспешили перейти в следующее помещение. Там, в противовес темноте комнаты, из которой они вышли, было очень светло и было очень жарко. У самого входа были такие же витрины, как и в темной комнате, но в них сидели красные, желтые и даже синие лягушки. Это было совсем не страшно, а страшно интересно. Иван Царевич слез с маминых рук и собрался уже бежать знакомиться с необычными красавицами, но тут услышал шепот брата. Крокодил! Субтитры создавал DimaTorzok